Всем шелтерин. Сегодня у нас второй ноутбук HP 15-071SR. Принесли его почистить, якобы тормозить, но он еще перестал включаться после того как его проверили перед отдачей мне. Я его включил, перестал включаться. Означает, что видимо его резко выключили. При включении начал восстановление файлов делать на черном фоне белыми буквами. Я думаю уже худший. Думал жесткий диск полетел. Да ладно. Судя по заставке здесь семерка стоит, а наклейка сзади стоит либо от осьмерки, либо от десятки. Но вот у нас с i5 процессором и видюха еще дискретный. Соответственно он еще более-менее нормальный. Может даже там десятка была. Сказали, что никакой информации нет, можно удалять. Здесь стоит пароль. Я не смог зайти. Ради интереса я конечно же стрелецом пароль уберу. Убежу, что там нет точной информации. Сотру и поставлю десятку. Потом будем скорее всего еще чистить его. Но это не точно. Замерю какая температура. Здесь i5. Может быть он не сильно греется. С сравнением с AMD каким-нибудь процессором. Аккумулятор здесь съемный. Не знаю какого года ноут. Но старее предыдущего. По разъемам здесь DVD. Наушники USB 2.0. Здесь еще два USB 2.0. LAN. HDMI карт-ридер. Type-C в этот раз нет. Спереди ничего нет. Сзади ничего нет. Наклейка. А, Windows 8 вообще-то написано. Здесь восьмерка. Ну год наверное 15-16. Я так думаю. Почему-то. Почему-то. Ладно. Видно будет. Ладно. Сейчас сначала его переустановим. Дальше будем думать что делать. Так. Сбросил пароль. Здесь у нас целый рабочий стол каких-то видео. То ли клипы, то ли еще что. Но здесь есть второй локальник. Он полностью пустой. Скинем все сюда. И диск C 100 гигабайтный. Мы его форматнем. И здесь уже десятку поставим. Попробуем. Ключ от восьмерки должен пойти подтянуться. Вот. Может быть сейчас еще где-нибудь там в загрузках что-то будет. Тоже скинем все на диск D. Документах. Вроде ничего нет. Наверное все на рабочем столе. Вот. Что тут по железу я еще не посмотрел. Но так-то шустро работает. Тоже 6 гигов оперативки как в прошлом. Но тот мне меньше нравился чем этот. Как-то пошустрее. Ага. i5 4200U. 14-15 год. Не помню что обозначает. Так. Процессор посмотрели. Видеокарта 740M. Но не 940 конечно. Но тоже пойдет. Вообще такой ноут шустрый. Надеюсь десятка его не сильно затормозит. Вот. Ладно. Пойдем переустанавливать. Потом будем уже о чистке думать. Так. Десятку поставили. Вроде все нормально. В принципе можно даже не чистить. Но ради контента разберем его почистим. Хуже надеюсь не будет. Посмотрел уже как он разбирается. Точнее не такая модель. на похоже. Там очень интересная система охлаждения. Ради только нее можно разобрать. Посмотреть. Вот. Сначала аккумулятор снимаем. Как обычно. Сейчас все винтики развернем. Под клавиатурой винтики. И там уже продолжим. Так. Первым делом у нас что? DVD-ром. Винтик правда какой-то ржавый. Под DVD-ром еще три винтика коротких с плоскими шляпками. Там отсек оперативной памяти. Здесь Wi-Fi модуль снимаем. Антенны как-то так закреплены, что закрывают с собой верхнюю оперативку. Не совсем комфортно. Так. Будем теперь дальше смотреть. Остальные винтики скорее всего одинаковые. Здесь вот клавиатуру один держит. Наверное. Я задержал DVD-ром. Соответственно аккумулятор первым делом снимается. Остальные все наверно одинаковые. Так. В общем, отвернул все винтики. Они вроде все одной длины. Верхнюю клавиатуру верхнюю часть отчелкнул. Она... Ну, тут вроде два крепления, но мне показалось, что там значок клавиатуры один был. Может быть я один упустил. В общем, не зря снял. Тут вон у нас все в пыли. Даже в клавиатуру въелось. То есть отсюда вылетает и в клавиатуру въедается. Потому что ей некуда деваться больше. Еще скорее всего в радиаторе все это дело. То есть все не зря. Так. Клавиатуру отщелкнули. Теперь сейчас вот у нас здесь несколько винтиков сверху держат. И в принципе она уже должна располовиниться. Посмотрим, что там у нас за система охлаждения. Так. Здесь у нас было пять винтиков коротких. Уже другого размера. Два шлейфа, клавиши включения и тачпад видимо. На клавиатуру до этого отстегнули. В принципе все. Можно теперь половинить. Так. Снял верхнюю панель. Здесь у нас жесткий диск с этой стороны находится. Жесткий диск у меня здесь не просто. Вот вентилятор. Кстати, вентиляторы от HP чаще всего почему-то ломаются в моей практике по процентному соотношению, чем остальные модели. Но выглядят они по-другому. Не как обычные. Может быть в этом и дело. Так. Здесь у нас сейчас отстегнем шлифа вот эти. Дивидером жесткий дисплей. Динамик верхний. И будем искать винтики с треугольничками. Вот один, второй. Здесь возможно под наклейкой что-то есть. Здесь вот третий. И в принципе она должна вынуться. Так. Снял плату. Не совсем просто оказалось как я думал. Здесь у нас тоже мох вот. Не стал снимать шлиф, вытаскивать, отвернул крепление. То есть вот в этом месте у нас вот такая панелька держит разъем зарядки. Сверху короткий винтик снизу подлиннее. И проще вытащить целиком шлейф, чем снимать снизу. Также вот здесь вот снизу еще идет жесткий диск таким вот разъемом. Это оказался шлейф USB. Я сначала подумал, что это жесткий. То есть снизу вот этот держит и разъем зарядки. В остальном там было четыре винтика. Один вот здесь вот сверху в районе разъема аккумулятора. Вот. Такая система охлаждения, как я и говорил, интересная. Такой дугой идет. Нестандартный, скажем так, процессор. Там видеочип. С одной трубкой, но вот такой закругленной формой. Посередке вентилятор идет. Очень интересное решение. Я такого не видел еще. Когда увидел в разборке, первый раз его думал. Нужно разобрать, посмотреть. Очень оригинально. Так, теперь бы все это еще дело отвернуть. Тут у нас три винтика. Тут четыре. Тут еще вентилятор одержит два. Сам вентилятор, посмотрите, разборный или не разборный. Вроде бы разборный. Ну и так пыль смахнем еще заодно. Радиатор продуем. Так, и вентилятор на двух винтиках держится. Вроде одинаковых. Вот здесь вентилятор похож не съемный. Точнее, он съемный. Но, скорее всего, под этой наклейкой шайба стоит контур, который не дает вентилятору сняться. При желании, конечно, можно будет его снять, но он не просто там лежит, как обычно бывает. Так как здесь нет ограничительной этой штуки, и он, наверное, может вылететь. Здесь поставили контур шайбу. Как она называется. Такая разрезанная шайба. Ну, в принципе, так можно почистить, если, конечно, не стоит задачи вообще полностью поменять вентилятор. Вот, теперь осталось вот это вот отвернуть, посмотреть, что у нас по термопасте. Так, радиатор довольно-таки легко снялся. Видите, у него тоже там держатся, не вылетают тоже шайбочками. С одной стороны, это удобно. Не перепутаешь их и никуда не потеряется. Здесь вот три разные, а эти четыре другие. Паста серенькая, видимо, не менялась ни разу. Вот, что у нас тут ещё? Здесь процессор, видимо, с хабом идёт комбайн, видеочип. Сейчас сотрём старую пасту, GD900 намажем и будем всё обратно собирать. Так, вроде всё закончил, собрал. Винтиков, конечно, очень много. Вот. Но разъёмы качественные, интересные такие. Не знаю, как по температуре будет, но надеюсь, с ней будет хуже. Сейчас я его ещё запущу, протестирую маленько и можно будет отдавать. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok